В Архангельской области назвали официальные места для крещенских купаний. Напомним, окунуться в купель верующие смогут в ночь с 18 на 19 января. Где обряд проводить северодвинцам, узнаете прямо сейчас. По области будет организовано около 30 мест обрядовых купаний. В Северодвинске, как и в прошлом году, официальных мест нет. Но все же, по традиции, Иордании планируют сделать в Белом море в ГСК «Волна» и в Куртяево. Но и здесь специалисты не рекомендуют горожанам окунаться в прорубь. По их словам, купель в Куртяево маленькая, дно у источников глинистое. Прозрачная вода очень быстро превращается в плотную взвесь, а потом в жидкую глину. Окунуться с комфортом смогут всего шесть человек. Все же, в крещенскую ночь здесь будут патрулировать спасатели, установят и световышку. Пробы показали микробиологические и бактериологические параметры воды в норме. Что касаемо ягра, там еще пока купели нет. Вопросы ее рубки будут решаться завтра. По толщине льда. На сегодняшний день там порядка 12-15 сантиметров толщины льда. Ну, завтра вот посмотрим. Если что, то там добровольцы любители обычно такую купель создают. Не будет официальных купелей в Архангельске в связи с тонким льдом на водоемах. Жители областного центра смогут принять участие в обряде в Приморском районе. Так, по последним данным, купели организуют в деревнях Бары, Новинки, Анашкино, в поселке Соловецкий. Здесь будут патрулировать специалисты. На данный момент всеми заинтересованными органами ведется работа, направленная на то, чтобы данное мероприятие прошло организованно, специально оборудованных для этого местах, с медицинским сопровождением, под контролем органов власти, настоятелей храмов, церквей и приходов Русской Православной Церкви. На совещании рабочие группы озвучили предложение об организации в Северодвинске и Архангельске искусственных купелей, как в больших городах. Пока неизвестно, появятся ли они в нашем регионе в этом году. Специалисты рекомендуют верующим в Крещенскую ночь воздержаться от спиртного и ответственно подойти к участию в обряде. Евгения Карелина, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска.